Правильное питание, низкокалорийные диеты, ЗОЖ давно захватили рынок продовольственных товаров. Полки с продукцией премиум-класса, несмотря на платежеспособность алтайского потребителя, становятся больше. Но даже в элитных продуктах, указанное на упаковке, не всегда соответствует содержанию. Например, для детей и взрослых с целиакией, врожденной непереносимостью глютена, новости неутешительные. Родители к нам обращаются, покупают продукты, чтобы на самом деле проверить, отсутствует там глютен или не отсутствует. К сожалению, большое количество фактов, выявляемых в нашей лаборатории, что на самом деле глютен там присутствует, что может являться действительно угрозой серьезной здоровью. В лаборатории отмечают, что среди всех так называемых безглютеновых продуктов на самом деле не содержат глютен всего лишь процентов 30. В других сферах цифры не так пугают, но в среднем около 15% поступающих на исследование продуктов – брак. Хотя некоторые образцы приятно удивляют. В этом году впервые за 15 лет в лаборатории выявили алтайскую муку первого класса. Регион расширяет географию экспорта, а значит, качество должно соответствовать. Вот, например, уникальный для Сибири высокоэффективный жидкостный хроматограф, который определяет все возможные пестициды в любых растениях. Его уникальность заключается в том, что это в скорости выполнение анализа. То есть за один вкол и за где-то примерно 15 минут он может определить более 600 наименований действующих веществ. Например, если отгрузка зерна идет в Японию, то их требования больше 400 наименований. Такой прибор, например, участвовал в расследовании пчелиного мора. Летом аграрии погубили сотни ульев после обработки своих полей пестицидами. Здесь и находили остаточные вещества. Также в лаборатории принимают и вредителей, которых пестицидами не добили. В край вместе с экзотическими фруктами и овощами приезжают экзотические вредители и сорняки. Задача подобных лабораторий – спасти будущее дачников и аграриев от тихого ужаса. Такое, конечно, возможно, что сорняки заедут с семенами сельскохозяйственной продукции. Это самое опасное, когда с семенной продукцией карантинные сорняки. Представляете, если поля засеяли кукурузой, пшеницей, и вдруг сорняк у нас начинает доминировать. А все карантинные сорняки действительно доминируют над культурными сельхозрастениями и заполоняют поля. То есть вы не соберете урожай, а соберете только сорные растения. Лаборатории связывают производителя и покупателя. А поскольку на кону здоровье последнего, по решению этих химиков и биологов могут уничтожать тонны сырья. Андрей Дреер, Дмитрий Денисов. День с толком.